Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жилную точку в этой истории. Я снял палец с курка, всё было кончено. Все началось в Ланце в 2010 году, когда ко мне подошел Вилли Башон и сказал, в следующем туре ты выйдешь стартом в составе. У нас тогда дела совсем шли отвратительно. Море трамп, игры проигрывали и грозил вылет с высшего дивизиона. Матчей проводил всё больше и больше. Гол Кану и великолепная игра с Монако не заставила себя ждать интерес со стороны многих ведущих клубов. Во Франции ПСЖ и Леон делали всё, чтобы мой переход состоялся. Встречались с президентом клуба, а тренера услышал, что английский клуб проявил интерес, что один шотландец приедет скоро поговорить со мной. Но вечером мне позвонил сам Зидан. Я не мог поверить, что это действительно он, и не знал, что ответить. Я очень вежливо сказал ему, что сейчас занят, так как готовлюсь к своим экзаменам, как попросил его перезвонить мне позже. Когда он положил трубку, я всё ещё не мог поверить, что говорил с Зиданом и побежал рассказывать об этом своему старшему брату. Он сказал, что я сумасшедший, если так говорил Зизу. Дальше больше. Переход в Мадрид и первая встреча с Мауринио, который дал мне понять, что сразу мне вряд ли предоставится шанс. Но Жозе верит в меня. Или даже больше, в меня верит Зидан, который всячески начал опекать меня по приезду в Мадрид. Потом я узнал о 10 миллионах, которые заплатили за меня. Многие СМИ не понимали, почему такая большая сумма и за что. Ведь в деле меня так и не могли увидеть. Но уже в матче второго тура я вышел, отыграл весь матч. Следующим смог забить Валия Кано. Но слишком пока сильны конкуренты у меня. Капитан Рамос. Один из лучших защитников мира. И Пипе. Монстр, который может завести команду. И которого боятся сами нападающие. Отыграл я в своем первом сезоне 15 матчей. И меня начали сватать по арендам в Испанию. И интерес со стороны ПСЖ. Многие журналисты и близкие советовали уходить. Но Мауринио подошел ко мне и сказал. Я в тебя верю. И ты нужен мне будешь в следующем году. В этом году из-за травмы Пипе и дисквалификации Рамоса. Варан получил свой шанс. И не с кем-нибудь, а с самой Барсой. Провел действительно качественную игру. И смог забить гол. В ответ на встречи просто на шестеренке разобрали каталонцев. А гол Рафы успокоил игру. За счет уверенности он спокойно выходил и играл в ответственных встречах. Чтение игры и на удивление длинные ноги позволяли ему просчитывать момент и прерывать тонкие задумки в соперник. В матче Лиги Чемпионов Манчестером именно его перехваты помогли молниеносно переходить в контратаку Реалу. А его скоростные качества дают возможность останавливать любого нападающего. Даже Лео Месси не смог от него убежать в матче Чемпионата Испании. Он съел его и не подавился. Что не так просто сделать. Тем более после забитого гола. Перспективы Варана выглядели беспросветными. Еще месяц назад. А теперь уже все говорят, что он будущее Реала. Из клуба первого дивизиона Франции. До футболиста мадридского Реала и национальной сборной всего за три года. Мгновенный прогресс, за которым он шел. Талант Варана сейчас виден всем. Но еще год назад все усомневались в квалификации Зидана, который его переманил в Мадрид. А теперь он звезда? Нет, говорить еще рано, как и опускать руки при сделанной работе. Варану еще предстоит много работать. А мы пожелаем ему удачи. Как в сборной Франции, так и в мадридском Реале в основном составе. Смотрите футбол. Любите футбол. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...